Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua. Будем сегодня рассматривать с вами модель под названием Yumi Hammer. Это новый смартфон из Китая, стоимость в Китае под заказ приблизительно около 128-130 долларов. Поставляется смартфон вот в такой вот коробке. Здесь написаны все технические характеристики данного устройства. Открывается коробка вот таким вот образом. И в комплектации, собственно, сам телефон здесь лежит, зарядка, USB кабель и больше ничего нет. Картридер есть. Фишка в том, что этот смартфон, как только он появился в Китае, анонсировался как противоударный, устойчивый к ударам смартфон. То есть защиты класса IP у него нет, но тем не менее производитель заявлял. Я тестов на ударопрочность проводить не буду. В сети, в принципе, есть тесты на ударопрочность. Этим смартфоном ломают орехи, бьют его молотком и так далее. То есть вот этими частями корпус выполнен здесь из пластика. Основное стекло у нас Gorilla Glass. На стекле декларируется, как заявлен, двойная защита стекла. И вот эти вот рамки все они из металла. И вот как раз ними можно бить, можно экраном бить. Ну то есть это так, это то, что он выдерживает. Он выполнен в размере 5 дюймов. Три сенсорных кнопки не подсвечиваются. Фронтальная камера. Фронталка у нас идет на 3,2 мегапикселя. Основной динамик, датчики приближения и освещения. С этой грани нет ничего. Здесь разъем под наушники и microUSB разъем. Здесь качелька громкости и кнопка включения-выключения. Здесь микрофон. Сзади у нас крышка из soft-touch пластика. Она не царапается. Практически не остается отпечатков пальцев. Логотип Yumi. 13-мегапиксельная камера. Двойная вспышка и логотип Hummer. Под крышкой у нас довольно-таки не емкий аккумулятор. Емкость его составляет 2,250. Вот это написано здесь. Работает смартфон с двумя сим-картами. Одна microSIM, вторая стандартная большая сим-карта и слот под карту памяти. Обе сим-карты работают одновременно в режиме ожидания. Поддерживает смартфон 3G, 4G, LTE. То есть с этим никаких вопросов нет. По качеству сборки могу сказать, что качество сборки хорошее. Смартфон не люфтит, нигде никаких люфтов нет. Скрипов на перегиб, на простое пользование. Ну ничего нет. Собран смартфон отлично. По техническим характеристикам, эта модель у нас на новом 64-битном процессоре. Это MTK6732. Он четырехъядерный. Набирает эта модель, вот посмотрим в истории, когда 32 тысячи, когда 29. Ну то есть стандартные показатели. Давайте быстренько пробежимся по железу. Юми Хаммер, 4.4 Android, 6732, Mali-T760, графический выскоритель, HD-экран. Объем оперативной памяти здесь 2 гига, встроенная 16. Стоит у меня карта памяти, но прошивка не работает с картой памяти для скачивания программ и игр из плей-маркета. Все ставится на свою память. Я считаю, что в данном случае это не минус, это просто вот оно так сделано, оно так реализовано. Но своей памяти 16 гигагов с головой достаточно будет для нормального пользования смартфоном. Процессор четырехъядерный. Частота его работы 1,5 ГГц, 4 ядра. Мультитач здесь пятиточечный. Из датчиков здесь особо ничего нет, NFC нет, OTG данная модель поддерживает. Стандартный акселерометр, хороший GPS, GPS с поддержкой GLONASS спутников. Экран здесь HD, IPS матрица. Затрудняюсь ответить, есть ли тут воздушная прослойка. Скорее всего есть, так как двойная защита стекла идет. В принципе, экран выглядит довольно-таки достойно. Углы обзора, все реализовано хорошо. За эти деньги, то есть, все в принципе очень так добротно. Звук проверял в наушниках, звук среднего качества. Во время разговора микрофон тоже нормальный вроде бы звук. Ну и внешний динамик стандартный. Давайте вам продемонстрирую сейчас это. Стандартный, нормальный, обычный динамик. Довольно-таки громкий, поэтому тут тоже особо нечего говорить. По производительности модель имеет новый 64-битный 4-ядерный процессор MTK6732. И 2 гига оперативки. С играми проблем быть никаких не должно. Давайте посмотрим некоторые из них. С игрушками никаких проблем нет. Железо нормальное и все, в принципе, поддерживает достойно. Я тестировал в этом смартфоне, естественно, аккумулятор. Потому что про аккумулятор ходит очень много разговоров различных. И вот, как бы, результаты у меня получились следующие. Antutu Tester 3428 баллов. И результат во время воспроизведения игры 1 час 48 минут. Со 100 до 15. Батарейка разряжается ровно, без провалов. Но, в целом, можно, конечно же, сделать вывод, что аккумулятор довольно-таки слабенький. И по результату в Antutu Tester, и по времени работы в Epic Citadel. Также я тестировал GPS, естественно. С GPS-ом все отлично. Есть поддержка GLONASS спутников. Смартфон ловит GPS очень быстро. С подключенным Wi-Fi на горячую. Но, тем не менее. Спутники ловятся. GLONASS поддержка имеется. И этим все сказано. Прошивка в этом смартфоне стандартная, заводская. Она на полноценном русском языке. Здесь есть некоторое количество китайских приложений. Ну, вот это китайский ROOT, например. А так, в принципе, есть возможность разблокировать экран двойным тапом. Есть возможность разблокировать свайпом вверх. Версия прошивки здесь вот такая, кому нужно. Единственное, какие баги я заметил. Так это то, что когда идет звонок входящий, и смартфон у нас заблокирован, мы поднимаем. И вот этот вот кругляшок, его просто-напросто нет. Вот идет такая реакция по экрану, вот что вот так вот он есть здесь. Но внутри ничего не светится. Там белый фон, и, скорее всего, это сливается с этим значком Yumi. И получается вот такой вот эффект. Но, в принципе, все работает. Ну, это такой небольшой баг. Можно тему поменять, цветовую заставку, и все будет в норме. Камеру я тестировал также, естественно. Ну, что могу сказать про камеру? Камера довольно-таки средненькая. За эту цену с таким набором характеристик не стоило ожидать чего-то сверхъестественного от этой камеры. Несколько фоток я сделал. Макросъемка, в принципе, нормальная. Но ничего, опять же, сверхъестественного. Фотки залью. В темном помещении, в кромежной темноте, вспышки не так много, как хотелось бы. Хотя, вроде бы, нормально светит. Но фотографии получаются вот такими. Ну, и видео записывает, естественно, в формате Full HD. Тоже запишу, покажу. А вы уже оцениваете. Хорошее, плохое или среднее качество. В целом, Yumi Hammer это недорогой новый смартфон от компании Yumi. Модель анонсировалась и заявлялась, что она противоударная. И, в принципе, есть ролики, подтверждающие этот факт, что смартфон действительно противоударный. И металлический ободочек вот здесь есть. И само стекло очень прочное. А тем более, если оно будет в пленке, как сейчас, то оно еще более прочное будет. А так, по техническим характеристикам, довольно-таки средненький аппарат. По цене он в Китае тоже стоит небольших денег. В целом, достойный вариант для тех, кому... Кто не хочет тратить большое количество денег на смартфоны. Кто хочет иметь современный 64-битный процессор. И, в принципе, все. Будем заканчивать. Подписываемся на канал, подписываемся на нашу группу. Заходим к нам в интернет-магазин. Данная модель продается и выпускается в черном и белых цветах. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго.